Помните, как будучи президентом, словно пару тысяч лет назад, Дональд Трамп приказал вывести войска из Сирии? Ведь зачем им там находиться? Но быть президентом еще не значит, что вам позволено командовать войсками. Нетушки! И американские войска остались в Сирии. Почему, совершенно не ясно. На этой неделе конгрессмен от Флориды Мэтт Гетс, представляющий, возможно, больше действующих военных, чем любой другой конгрессмен, внес резолюцию о возвращении этих войск домой в течение полугода. Резолюция провалилась? Естественно! Но ее поддержали 56 демократов и 47 республиканцев, так что не все потеряно. Мэтт Гетс присоединяется к нам поведать, как сражается с мельницами. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Думаю, большинство американцев не в курсе, что у нас войска в Сирии. Зачем нам войска в Сирии? Вы нашли ответ на этот вопрос? Но если верить демократам и республиканцам, которые выразились против моей резолюции, дело в разрешении от 2001 года на применение вооруженных сил против Афганистана и людей, причастных к терактам 11 сентября. Они считают, что это оправдывает присутствие войск США в Сирии в 2023. Они словно думают, что этот документ — всеобъемлющий ключ для реализации фантазии каждого неакона. Попытаться превратить эти деспотические места в джефферсоновские демократии, выстроив их из песка, крови и арабских ополченцев. Реальность совсем не такая. В Сирии и Ираке мы фактически профинансировали значительную часть ИГИЛ, предоставляя оружие и обучая повстанческие организации, а затем наблюдали, как ИГИЛ их затягивал быстрее, чем зыбучие пески. Соединенные Штаты Америки — не ближневосточная держава. Мы — Атлантическая держава, мы — Тихоокеанская держава. И то, что мы попытались сунуть нос в Ближний Восток, стало катастрофой моего поколения, продолжающейся несмотря на смену президентов. Я буду дальше добиваться от Конгресса, чтобы наши войска вернулись из тех далеких мест, где их задачи столь же неясны, как и в Сирии. Да. Может, стоит начать с четкого определения миссии и установить конечную цель, с которой все бы согласились для начала? Что вообще значит окончательное поражение ИГИЛ? Они не представляют, но готовы отправлять туда американских сыновей и дочерей. Это бесчестно и неправильно. Да, а они лишь богатеют. Мэтт Геттс, большое спасибо. Спасибо, Такер. Субтитры подогнал «Симон»!